Новый штамм коронавируса омикрон пришел и в Сибирь. Первые случаи заболеваний фиксируют в республике Туваомской области и Красноярском крае. Эксперты отмечают значительные мутации в геноме вируса. Из-за этого, например, изменился инкубационный период. Если раньше заболевание проявлялось на 5-7 день после контакта с вирусом, то теперь признаки инфекции заметны через пару дней. Ученые утверждают, что омикрон передается в 7 раз быстрее других вариантов. Исследования на животных показали, что течение болезни чуть легче. Специалисты Вектора заявляют, что вакцинный эпивак корона защищает от омикрона так же, как и от предыдущих вариантов. В центре Гамалея сообщили, что спутник ВИП против нового штамма эффективен на 75%. Однако расслабляться нельзя, вакцинироваться необходимо. Когда людей заражается много, кто-то из них, конечно, в любом случае болеет тяжело и есть и летальные исходы. Мировая практика показывает, что все это есть. И из-за большой нагрузки на систему здравоохранения все страны, где сейчас идет уже большой рост заболевания микроном, они испытывают ряд трудностей. Субтитры создавал DimaTorzok